Взрывы на крыше прогремели в 9 часов утра. Скорее всего, причиной стало нарушение пожарной безопасности. О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают пожарные и газовая служба. Местные жители рассказывают, сначала не поняли, что произошло. Дом семьи Ковалевых стоит впритык к забору стройки. Их единственных не отселили до начала строительства. Мы слышали утром один взрыв. Я сначала думала, что это на Волге что-то. Затем второй. Дом качается. Ребенок что-то тоже волнуется. Говорит, что это такое, что это такое. Пацан второй. И третий взрыв. На территории лежат фрагменты разорвавшихся газовых баллонов. Очевидцы говорят, что видели, когда их привозили на стройку. На этой неделе там баллоны были. Она видела, писала в прокуратуру что ли. Я-то не знаю, я подальше живу. Никто не реагировал. После взрыва столб густого черного дыма доходил до железнодорожного вокзала. Самарцы начали сразу выкладывать видео в социальные сети. Офигеть. Как сообщают в управлении МЧС, площадь возгорания в итоге составила 25 квадратных метров. Произошел взрыв трех баллонов, предположительно. Основная сложность заключалась в том, что отметка 74 метра. Поэтому сейчас вы видели, что доставка стволов осуществлялась вручную практически на эту отметку. Вызвана лаборатория испытательная наша, которая сейчас будет проводить уже детальное разбирательство. И причины будут установлены окончательно. После взрыва газовых баллонов загорелся утеплитель. Пожар полностью потушили через 40 минут. По предварительной информации МЧС, пострадавших при пожаре нет. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok